А вот, чтобы купить столовую, здесь огромнейшая очередь. Самая бюджетная столовая, неспроста, наверное, называют. Это трэш. А сколько вы в очереди стояли по времени? Долго? Ну, час примерно. Длится там метров, наверное, на 50. Вот, захожу я в туалет. Вот, он мне обошелся 200 рублей. Ну вот, ребятушки, справил нужду за 200 рублей. Можно подумать, чувак бесится жиром. Такая-то информация, мужская комната 200 рублей, посещение душевой комнаты 1000 рублей. Типа зенит. Стоимость ни много ни мало. Всего 460 тысяч. Всем добрый вечер, ребятушки. Сегодня мы находимся на Никольской улице. И сзади меня, многие, наверное, сразу догадались, это же, конечно, ГУМ. Самый главный магазин страны, наверное, считается. Такое, на мой взгляд, наверное, все-таки помфезное здание. Потому что не каждый может позволить себе там что-либо купить. Ну, если только брать толстосумов, там каких-нибудь иностранцев. Очень много там всяких, более 100 с лишним именитых брендов, да, там всякие бутики, там известные по всему миру, да. Мы пройдемся и посмотрим, естественно, как украшено там все внутри. Что там вообще изменилось с прошлого года. Мы там были и в прошлом, и в позапрошлом году. Зайдем в столовую номер 57. Одна из самых обалденных столовой, говорят, она именно поддерживает стиль советского времени. Я надеюсь, что и вкусно так же будет. Ну, и к тому же есть еще туалет исторический. Вход в этот туалет обойдется вам где-то 150-200 рублей. Что еще хотел бы добавить? Вкусное мороженое, люди говорят. Люди говорят, опять же, я еще раз, кстати, ни разу не пробовал там. Ну, если только я советское время, ну, я уже не помню, вкусное оно было или нет. Ну, мы тоже это попробуем сделать, если будет не очень большая очередь, и попробуем купить это мороженое. Ну, все, ребятушки, пойдемте, посмотрим, что там. Вот мы как вот заходим со стороны Никольской улицы, и сразу, фактически, на первом этаже попадаем исторический туалет. Вот такая вот большая вывеска здесь. Все по-новогоднему украшиваем. Сейчас попробует Юляшка, наверное, сходит она. Посмотрит и заснимет что-то. Юляшка сейчас у нас пойдет на разведку в дамскую комнату. Туалет за 200 рублей. Всего-то немного, 200 рублей. Добрый день. А скажите, а душ сколько у вас стоит здесь? Тысяча рублей. Тысяча рублей? Офигеть. Это на час посещения, да, уже получается? Час посещения. А женский так получается 200 рублей. То есть и мужчина тоже может душ себе позволить? Ну, спасибо. Это здесь, прямо на территории женского туалета только, да, есть? Все. Огромное спасибо, всего хорошего. До свидания. До свидания. Короче, ребятушки, решил все-таки я пойти. Юляшка постеснялась съемка вести. А вот здесь вот все из дерева сделано, да, вот так вот интересно? А это дуб, да? Ага. Во, как красиво. Ну, вот Юляшка здесь у нас присела. Кстати, вот захожу я в туалет. Вот, здесь вот так вот. Вал. Косметические какие-то наборы продаются. Вот в этих штучках, говорит, там даже крем какой-то специальный для рук. Необычное мыло. Все так, круто. Все из мрамора сделано. Обалденно. Только для персонала. Девушка, а скажите, а где здесь у вас душ стоит? Там женские. А, там только в женском душ есть? Нет. Общий душ там, страна жен. Там, там душ находится. Но там вход тысячу с чем-то, да, по-моему, за час? Тысячу. Тысячу рублей, да? Во, как, блин. А здесь у вас комната для персонала, да? А, техническая ваша комната. Все, я туалет не видели никогда. С какого года, интересно, этот туалет? 1800 какой-то, наверное, ребятушки. Итальянский мрамор, да, вот это вот все? О! А сантехника тоже наверняка итальянская, да? Да, итальянская. Обалденно. А вот там внутри, там это мыло простое или там какой-то крем? Крем мыло. Крем мыло, да? Да. Крем английский может управляться. Это на первый раз, там написано. Крем для рук. А, там крем для рук, да, у вас? Очень дольки, и дух, и сыгры, и тут не оставляют. А, и полотенчики это прям для рук предусмотрено, да? Да. Классно вообще. Ну, конечно, шикарно. Ну, вот, ребятушки, справил нужду за 200 рублей. Можно подумать, чувак бесится жиром, да? Да уж. Ну, здесь, кстати, в самом губе есть также и бесплатные туалеты. Так, ребята, теперь зашли в обычную кабинку, где у нас находится толчок. Или просто на роде сортир. Вот такой вот он, да, чистенько, аккуратненько. Все тоже из итальянского мрамора, насколько я понимаю. Индивидуальное покрытие для сидения унитаза. Это мы видим, да? Ну, все тщательно убирается, говорят тут, после каждого посещения. Вот так вот это все выглядит. 200 рублей, поэтому человек не спешит уходить отсюда. Так, вот, ребятушки, вот я полотенчиком попробовал. Крем для рук. Крем для рук. Так, нормально, достаточно пахнет, приятно. В общем-то, все тут. Да, круто, конечно. Здесь полотенце одноразовое, как бы вот этих, да? Их, по-моему, надо сюда бросать. Я думаю, что правильно я сделал. Как-то так. Будем искать теперь уже столовую номер 57. Все, пойдем. Не сильно я долго? Долго. Долго? Ну, я тебе снял контент. А не подскажете вот столовую номер 57, где здесь находится? Это на третьем этаже, да? Все, спасибо, до свидания. Нет, такая-то информация. Мужская комната 200 рублей, посещение душевой комнаты 1000 рублей. Ну, собственно говоря, мы это слышали. Халат, полотенце, тапочки входят. Вот так вот он выглядел в старину. Но, в принципе, не сильно изменился, я думаю, с тех пор. Вот, ребятушки, еще очень много иностранцев, собственно говоря. Поэтому туалет, наверное, посещает большинство как исторический музей. Естественно, не просто справить нужду, а сделать фото на памяти. Ну, и так же, как и ГУМ. Немного по-другому все украшено, конечно, но... И тема космоса. Тема космоса, да. Вон, звездочки летают. Стеклянная крыша. Ну, вот, ребятушки, поднялись. Мы уже на третьем этаже. Все-таки в поисках столовой, пока не можем найти ее. Так, что там у нас? Там также показывает стрелочка бесплатный туалет. Ребята, короче, я ошибся. На счет бесплатного туалета, оказывается, он платный. Стоимость вход 50 рублей. Ну, не 200. Ну, давай, иди. 50 рублей. Сюда приходить, конечно, можно и нужно. Не только за покупками, поскольку покупки позволить себе сможет недалеко не каждый. Вот. Ну, больше для развлечения. Больше для развлечения, наверное, все-таки это предназначено место, так как историческое очень здание. Такие вот тот фотики у нас, да? Я думаю, они стоят очень-очень больших денег. Лейка. Вот, ценников нету. Как раз, наверное, чтобы не оскорблять богатых. Ну, собственно говоря, как я и ожидал, цена 298 тысяч. Цифровая фотокамера Лейка. Прикольный аппаратик. Такой дизайн, пробуждающий воспоминания. Типа зенит. Стоимость ни много ни мало. Всего 460 тысяч. Это Леечка у нас, у Медведева, по-моему, такой же фотоаппарат. А сколько он стоит, вот этот красавец? Вот этот Лейка. 8-10 тысяч. Тысяч? А, 8-10 тысяч. А, я что-то думал, где-то под миллион. Нет, вы путаете, там другая модель S была. А, у нас сейчас пока нет. Такой нету, да, сейчас? Понятно, понятно. Я просто вспомнил, у Медведева такая какая-то есть модель, ну, у нашего премьера. Нет, она другая. Она 3 миллиона где-то. Побольше, да, вот этого? Вот какой-то от крайней стоит. А, над сколько вот этого стоит? Только 449. 449. Ага, прикольно. Вот тренажеры всякие предлагаются. Вау. Ну, это позаниматься можно, наверное, или это купить, наверное, можно. Вот этого я точно не могу сказать. В общем, развлечений здесь хватает. Можно потерять целый день. На фоне, я хочу заметить, играет такая музыка советского времени. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Такая атмосфера, да? С какой-то советского времени, наверное, передается. Очень-очень круто, кстати, ребята. В свое время, это были обычные ларьки. А, торговые ряды, да. Обычные ряды были, торговые ряды. До таких масштабов выросли, что здесь покупают, даже ценники не ставят, чтобы не обижать богатых. А может быть и бедных? Ну, может быть и бедных, я не знаю. Потому что, я вот, допустим, я зашел, сейчас посмотрел фотоаппараты, они стоят там по 400 с лишним тысяч. Это далеко не самый предел по стоимости. Есть и по 3 миллиона. Ну, то есть, простой гражданин Российской Федерации такой позволить далеко себе не может. Ну, чтобы не заходили все подряд, а сразу отпугивались. Чисто как посмотреть, да, не обязательно за покупки, но развлечений здесь реально хватает. Ну, туалет мы посмотрели, ты за 200, я за 50. Разница, интересно, большая, надо было заснять туалет за 50 рублей и за 200. Но там, видите, восстановленные по историческим экскизам, очень-очень все понтезно и все круто выглядит. Мужчин в серебре, женщина, в золоте все. Да, но души, это еще там стоимость 1100, по-моему, да, на целый час. Там халат предоставляется тапочки. Вот еще проходим, ребятушки, вот мимо. Здесь вот мы видим то, что есть даже кинозал. Вот как-то так, здесь все. Вот такие тут цены, печенюшки 150 рублей у нас. Это буфет. А, там дальше, да, столовая? Буфет, это, наверное, получается, как у нас к кинотеатру относятся. Чай у нас 70 рублей. И кофе-экспрессо 120, 90. Ну, в принципе, капучино, ватэ, 200. Столики такие. А вот этот, наверное, относится аппарат к тому именно времени, когда вот типа Кремль на проводе. Очень много иностранцев, особенно встречается в китайской принадлежности, азиатов, скажем так. Ну, в общем-то, есть место, где пофоткаться, очень красиво, немного памфезно. Сейчас мы зайдем в сторону столовую номер 57. Какие-то мостики, юбляшка. Красота. Ну вот, ребятушки, посмотрите вот на эту прекрасную столовую. Сколько людей. Легендарная столовая номер 57. Ну, отсюда плохо вывиска видно, но я думаю, там будет видно, если приблизить. Вот такая же чередина. Кто-то мне писал, что говорит, очередей в Москве нет. А, кто-то говорит, что очередей в Москве нет. Ну, тут, понятное дело, историческая столовая, поэтому многие просто пришли. Ну, ребятушки, в принципе, подошли мы уже к столовой номер 57. Самая бюджетная, говорят, вот в этом гуме, как, насколько известно. Не знаю, продерем, сейчас подойдем. Ребятушки, можно прямо увидеть, типа, музейный экспонат. Пылесосы, вот они. Именно того времени, да? Ковры какие-то. Ковры, утюги. Слушай, ну, прямо это музейный экспонат, один сплошный. Пылесосы всякие. Вот такой сифон. Многие помнят, у меня, кстати, был в советском времени. Переметнулись мы, ребятушки. Видите, в какое время. Вот такая-то у нас аппаратура. Мы сегодня будем убирать из того, что есть. Ну, все, заходим в столовую. Тут какие-то лошадки. Можно покататься для детишек. Сок. Вот такой сок, я помню, в советское время. Горохом 50, 6, 50 рублей. Да, ребятушки, народу здесь, конечно, очень много. Свободный столик найти проблематично. Ну, к тому же, это еще и выходной день. В будние дни, я думаю, народу поменьше. Цены у нас здесь такие вот. Пирожок с мясом 60 рублей. 90 рублей. С капустой 50. В принципе, вполне бюджетно, я считаю, для такого заведения, как ГУМ. Эскимо 100. Кофе-американа у нас получается. Сколько стоит? 100 рублей всего лишь. 100 рублей. Пирожка с яблоком. Все, еще 10 раз. Да, все. 10 рублей, да, того получается. Три сотни сейчас мы отдадим. Ребятушки, ну, в общем-то, вот я принес кофе, да, тут взял два пирожка с яблоками. Того потянуло, это на 300 рублей. Ну, да, маленькие совсем. Там были с мясом, кстати, они недорогие. По 60 рублей, по-моему. Ну, я чуть побоялся их брать. То мало ли, просрочка какая-нибудь еще, не дай бог. Траванемся, не хотелось, конечно, рисковать. Ну, нормально, в принципе, даже место нашли свободно. В общем, ребятушки, вынесем свой маленький вердикт по отношению, пирожки понравились, а вот кофе не самое лучшее. Я сейчас брал в автомате за 35 рублей. Оно мне даже показалось лучше. Так, ребятушки, ну вот, вот мы сидим здесь, вот в этом буфетике, да. Народу, на самом деле, там спокойно можно подойти и купить чего угодно. А вот, чтобы купить в столовую, здесь, смотрите, какая огромнейшая очередь. Просто огромнейшая. Это трэш. Я думаю, что там, блин, очень долго можно времени потерять. И вот она, очередь эта длится аж вон туда, далеко-далеко. Ну, самая бюджетная столовая, неспростаная. Так, у нас тортики по 150 рублей. А здесь у нас морс, клюквенный полтос. Закуска, короче, царская, это, я так понимаю, это какие-то всякие разные типы салатов, наверное. 350, 120. В общем-то, разные цены. Так, ну а здесь у нас винегреты 85. Вторые блюда вареники с картошкой, грибами 120 рублей. Очень сложно подступиться. Индейка запеченная 395. Ой, извиняюсь. Макароны полтос. Первый картофель на 95, это у нас гарнир. По отношению к гарниру, такие вот цены. И там у нас супец пошел. Супец, куриные 90 и больше украинских 120. Здесь более актуальные цены. Ребята, ну, очередь очень большая, прям длится там метров, наверное, на 50. И такие вот прикольные возунги. Соблюдая режим питания, часы работы с 10-22. Плакаты советского времени. Как и в прошлом году, ребятушки, гум украшен в стиле космоса. Где-то внутри, в каждом из нас, есть бесконечный космос. Чтобы лететь, нужна ракета, а нет папирос. Забивай сигарету. Зашли посмотреть вот книжечки. Может, что-нибудь нашла свою любимую книгу? Хочу и буду. Ну нет, я хочу ее купить, посмотреть. Сколько она стоит, кстати, здесь? Здесь стоит 690 рублей. 590 рублей. Здесь, ребята, даже можно купить пластинки. Венил, кино у нас, игла. Квин. Патефоны, на чем можно проигрывать. 9900 стоит. Разные цены. 27,39. Вот, наконец-то, ребятушки, мы спустились на первый этаж. Тут мороженка. 100 рублей, слушай. Один шарик, 70 грамм. Ну, в общем-то, вот так вот. Елочка здесь украшена. Мне кажется, чем-то похоже на 2017 год украшения. Или 2018 год украшения. Или 2018 год украшения. Или 2018 год украшения. Мне кажется, что один ванилец украшения какой-то. Ну, круто все равно по-своему. Я бы мороженец или стаканчик. Нет, стаканчик-стаканчик обычно бери. Мне стаканчик. Хочешь себе и с кемо бери. Ребяточки, я возьму мороженец и покушаю. Говорят, самое вкусное. Как в советское время. Вкус детства. В принципе, такой прикольный вкус достаточно. Ну, это, по-моему, с грушей, да, или с чем, или с бананом. Какой-то фруктовый привкус. Непонятно конкретно что. Но надо было в рожке брать. Надо было в рожке брать. Ну, мне кажется, этот... Но это тоже вкусно. В очередь, несмотря на погоду, то, что зима, все равно на замороженном люди стоят. 100 рублей стаканчик. И на этой позитивной ноте, мои друзья, заканчивается вот такой маленький видеорепортаж. В общем-то, покушали немножечко мороженого. Зашли в столовую номер 57. В общем-то, я советую сюда всем, кто будет обязательно в Москве, зайти и посмотреть, собственно, на, как говорится, атмосферу праздника чувствуется. Всем пока. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.